ну окей неважно откуда будете откуда будете с не секрет у меня дома просто семянский я вас понял откуда вы будете с не секрет с украины но это не ответ город важен город этой ровенская область понятно меня олег зовут может вопрос у вас интересно есть мне саша звали есть вас интересные вопросы на счет чего насчет того о чем вы обычно беседуете в рулет на ките мышь не знаю или темы обозначить да нету никаких тем но я понимаю на какие-то у вас есть приоритеты на которые вы беседуете допустим на тему акварельных рыбок есть желающие многие не беседует как вот более беседу тебя политика музыки оба сне о политике любителя футболе любители я вот от ретро футболе беседы вы там узнал ретро футбол ну футбол восьмидесятых семидесятых девяностых ну я понял понял секундочку он так будет лучше просто на колонки поставлю на то на экран не понятно эти под запись идете у меня я не 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 смотрите у меня просто экран большой у меня в телевизор и канал колонки я вас предупреждаю что я ищу контент для канала вы идете под зубы а вы блогер да я блогер небольшое возможно выложу разговор будет лучше вообще не вопрос но прекрасно так поэтому я вам позначил темы моего канала еще раз повторяю футбол политика рыбал полить нет рыбалка нет футбол история политика железная дорога наука по железной дороге не очень честно говоря ну вот если из 500 оставшихся тем есть вопросы да нет ну ладно хорошо если нет поможет у вас давайте вы давайте у меня есть раз в ровенской области как вы относитесь где централизации в украине смысл знаете что в украине проводилась децентрализация слышали такое понятие знаю как вы относитесь не позитивно или негативно позитивно в принципе так как отлично а к возможной федерализации украины так это но это области отдельную не они сейчас отдельные области про нет что нет сейчас есть ровенская область есть хмельницкая область раз они один в принципе да это просто другая другая принцип взаимоотношения между областью и метрополии просто область почему ну я вам поясняю области но в данном случае даже я думаю что если будет федерализация будет субъекта федерации не области а более укропненный то есть совокупность область из там из четырех пяти областей будет федеральная земля так если по принципу германии брать да вот скажем харьковская сумская это земля слабожанщина да там участие типа у вас так это там за кавказ это типа чечня это там и и все такое да типа такого ну я не понимаю что вы по слову вас говорю я имею ввиду федерализация но кавказ ну или кавказ или бавария северный рейн-вестфалия как хотите так и судите лучше брать примеры с развитой федерации германия там или канада она более приятный пример чем у россии тоже федерации это мера минорная федерация то есть она федерация спать спать мне один вопрос в чем разница но я поясняю федерация вот классическая у меня он еще один вопрос германии федерации да да ну давайте в россии федерации да вот давайте вам объясню вот в один водах вот в чем и в чанове ех канаде федерации дайте радость федерация может быть с разной с разные так стать степенью федер разрезации вот классическая федерация когда ровно классика это германия продвинутая федерация то есть когда субъекты федерации имеют немножко больше прав то есть провинции в канаде имеет немножко больше прав чем в классической федерации это канада или сша а федерация минорная то есть это когда регион имеет меньше прав чем в классе это россия это россия я понял то есть есть три класса до классическая федерация класса это германия ну в принципе да то есть серединке никак серединка германия шам говорю вот серединка германия как раз самая серединка это классно в россии такого нету да в россии минорная федерация федерация с пониженной степени федерации федерализма то есть есть богатые есть бедные серединке как бы нету но причем богатые бедные я вам говорю по уровню это кстати самой федерализации это это не тут богатые беда ни при чем тут важно значит права на сколько человек нет права регионов права власти регионов права человека они в цивилизованных унитарных государствах есть права но мы не говорим про украину там тоже финляндии швеция это унитарные государства но там права человека соблюдаются в отличие другого в отличие от украины но это чем меру почему-то не соблюдаются потому что давайте так более менее она как бы работа ну кое в чем работает лишь не спорь но кое-чем не работа зале по сравнению с северной кореи вы вообще супер и даже ссср да мы даже не беларусь и вы даже не беларусь даже на россию но однако однако смотрите в белоруссии батька дает паспорта у них вот я удивился я недавно узнал кстати говоря беларусь дает пожизненный загранпаспорт ну ладно загранпаспорт у них объединенный загранный простой и вот куда и дает какой-то у вас свои к или как в сцр было 25 лет 45 до 40 мать исполнилось ты получаешь пожизненное а во всех странах что если вы мне столько паспорт чего за 25 лет я не понимаю когда из 25 лет один паспорт когда 45 лет нужно его обновлять а начиная с 45 поменять это вот в беларуси не меняет просто выдают новый паспорт но вас 45 лет он пожизненный вот теперь паспорт и фотографию не менять да но у вас тоже самое 45 лет не меняется фотографии нет вот но у вас паспорт дается если био на 10 лет ну да лицо у человека меняют уже 45 лет у вас паспорт кто сказал я вам говорю вот исполниться вам 45 будете знать вот 25 потом 45 меняется и все я уже два раза менял ну понятно в шестнадцатом шестнадцать восемнадцати когда получаете или 16 до 25 потом 18 25 и в 45 я опять буду менять просто повторяю я после 45 менять уже не будете шлоде то хоть до 90 а загран паспорт будете менять он дается у вас максимум био на 10 лет у меня нету его конец а чего не есть и за границу что зачем ну как зачем без веса деньги заработать не ну просто венск венскую оперу кофе попить не в принципе отдыхнуть на свою родину в германии надо бы как-то смотаться на работа работал так мы бы мы остановились на чем я говорю я понимаю что в беларуси и там по полу тоталитарный режим но ну кое-какие кое-какие преимущества беларуси если там порядка кири вешал еще раз повторяю 45 лет вы получаете паспорт который у них у них вместе загран и простой паспорт и вы и вы есть и за границу не обновляя паспорт каждые десять лет до 90 лет вы можете ездить за границу я понял если так лукашенко сказал вы думаете европу так скажет а если европа не будет пускать с таким паспортом ну во-первых у вас кроме белорусского может быть и европейский паспорт если но такая штука да но у меня тоже есть ну речь-то не о вас речь о простом там пересечено громадянине пола на ваш умове говорит вот это вы я считаю я считаю это удобно для белоруса что ему не нужно менять паспорт а нам нужно вот вам и нам еще скажите мне один вопрос куда сейчас белару сможет поехать но если бабки есть куда угодно визу получает доедет и вас без виза у них виза смотри а в на же самое что у вас было то же самое что у вас было допустим пять лет назад вот туда можно не беларусь 300 долларов можно блин в германии мотнуться даже не надо никакие паспорта просто пластик и поехал я ну сейчас прививочка надо конечно но я понимаю ну да там европейцы это дает штуки я сам в украину езжу каждый год из языка языка вида не был два года кстати говоря ну и как вам украину есть гражданская война есть ну как гражданская она она не совсем гражданская никакого не бывает потому что есть или война и и вообще нет по вариант почему есть бывает военный конфликт и знаете есть такая штука она чуть-чуть беременная знаете как в советском союзе эти я не хочу обозвать и евреев конечно плохим словом но они всегда она чуть-чуть беременная это как но это так что есть подозрение на беременность она еще не прогулась она еще и прошла тест она сама не уверена вы не уверены вы про эту вполне может искать она чуть беременная то есть то ли да то ли нет но слова чуть не очень подходит но в камеру чем можно тут или да или нет я поняла нет третьего понимаю я помеялась понимаю конкретика просто я как же не в россии живы у меня за понимаете за россиянину ну ладно неважно нет так и я так и понял просто обычном россия да у нас все хорошо у нас это четко на понятно ну окей ладно такая я люблю честно говоря ли будут с адекватными людьми поговорить у нас есть проблемы но не но я просто часа дня как и случайно пришло на ум что если найти что какой-нибудь позитив у белорусов я его нашел при всем при всем этом режиме зажиме лукашенко я нашел вот мне у меня как-то я даже не задумывался я просто недавно взгляд на беседовал скажите мне пожалуйста наушники новые купил у меня нормально общество да нормально вас слышно эхо нет нет у вас на все отчетки язык все отлично да все слава богу а то 5 ночники это вот я реально даже белорусы вот но я в канаде живу местные белорусы хвастаются мы получили паспорт 45 лет и все нам не нужно беспокоиться там и о ее продлении каждый 10 лет продлять или каждые пять нет понимаете с этим паспортом что они получили никуда не поедешь до дома это хорошо отлично но ты с этим паспортом ну шо начи никуда то же самое как вы ездили до без визы туда смотрите смотрите сейчас батька делает ссориться соседи ссориться и думаете с этим паспортом соседи пустят я не я бы не сказал так однозначно ведь смотрите вот вы знаете что при ссср проблема была выездная виза а вот а чтобы вас не пустили когда вы пересекаете вас с радостью пустят вы не вознужден не возвращались то есть проблема была выехать ссср а не въехать смотри хотя бы нет военно-то летали подожди военные легко выезжал политические артисты выезжали я понимаю простой народ не мог выехать но я аж об этом и говорил но я говорю что проблем со стороны принимающей сторон не было если вы пересекли границу ссср вас однозначно приведу в британии в германии в англии хотя и ссср был тоталитарный режим правильно а почему бы не перенести это на белоруссию вот человек побежал убежал из белоруссии его как совет как советское принимали знаете убежать и границу пересесть чуть-чуть разные вещи согласитесь но есть разница нет убежать это когда вы уже прибыли в страну прибыли в страну заявили это называется беженстве по английская дурная фраза но называется официально on going to defect если перевести дословно я иду в эффективные а в данном случае имеется я хочу стать невозвращенцем на принципе мне кажется что россия и белоруссия туда и катится все таки между россией и белоруссию большая равенца было в россии есть все таки оппозиционные сми хотя не такие как у вас у вас тоже подожди у вас тоже прикрыли оппозиционные сми да это то что россия не может ну к 112 и у нас прикрыли но шо вы не знаете три канала и 112 какие же они оппозиция у нас типа гражданская война и потом вы же не будьте спорить они оппозиции можно я даже они оппозиция вопросом нет да вот у них теле канала 112 я один раз его посмотрел у меня мозг закипел для честно правильно потому что вы не поддержите позиции америка нами владеет оказывается бля я в шоке я думал мне зарплаты украина платит нет оказалось америка прячешь я не доллар получаю сам ахуел потом блин внешняя политика но это то же самое можно сказать потом у нас гражданская война пришел для в село глянул для я и села между прочим для посмотрел вроде не воюют нихуя давайте раз вы так вот пусть время переходите вас эта тема вижу интересует гражданская война вы наверно считаете что вас война с россией да нет я считаю что украину воюет типа со своими земляками но при содействии россии абсолютно правильно считаете равно как рано рано как и белые и красные воевали между собой до 100 лет но белым-белым помогал антанта к сожалению плохо помогала потому что красно подожди красные пришли скинули потом царя и стреляли подождите на царя как говорили миколог сейчас подождите мне так интересно я сейчас смотрел русские новости меня это убило его в церкви святого сделали я охуел он людей расстрелял не но мы с вами горят и вообще мозг но если мы с вами мы с вами говорим о третьей стороне вот 3 антанта в истории германии можно сказать в основном англии даме германия была потерпела поражение германии бы не могла там быть германия потерпела поражение в первой тренировании она вам никакая его там германия подождите как она потерпела она была на чужой территории между прочим и вы имеете ввиду когда она была выведена канале вон на территории карант украины это вот брестский мир это еще не заказ это еще не закончилась первая мировая на это было во время войны все первый мировой это не это еще никакая не гражданского первая мировая она закончилась осенью 18 года я считал что первые мировая и германия между прочим на своем стороне на своей земле они не воевала почти они чуть-чуть захватила даже земли ну пать нет она потеряла это так называемый земли ахаш именно потому что она воевала она эти земли почему 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 гитлер начал закладываешь блин вы же не путайте но почему гитлер начал захватывать земли уже вы не захватили чем он мотивировал мотивировала не справедливости версальского договора что у германии слишком много забрали земель вот он чем мотивировала выиграть и не потеряла ничего нет я о том что когда война окончалась германия стояла на чужих землях а когда уже договор подписали германии отдавая ези ну да 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 было я а вы мне сказали как нет она на своей земле типа воевал она между прочим на чужие земли по и я не выговорили что на своей земле воевала я говорю что вот если мы говорим про территорию современной украины германия она стояла еще до окончания первой мировой войны а потом они вышли а где кончались земли украины вообще смотря в каком году в четырнадцатом году качались по полтавскому нет по полтавской область коленения если вообще по истории в разные периоды истории если вы имеете ну если вы дайте вы спросили я вам отвечаю если вы если вы имеете ввиду максимально максимально большие земли украина это было в 1918 году так называемая мапа украины которые вы гордитесь она отключала кубань часть ростовской часть воронежскому времен и часть был белгородской областей современных это было это было после брестского мира 3 марта после 3 марта 18 года когда вот эти два русофоба ленин и троцкий подписались немцами именно этот брестский мир они поглядать до уныр и вплоть до волги земли большевики украине уныр они отдавали земли по почему они а почему просто так землю вот но тебе потому что у них власть каталась им наплевать было на земли большевикам и важно было держать власть хоть пределах московской области они были удерживали если бы немцы поставили почему украина все не взяла украина не могла все взять потому что украина не главный субъект в этом договоре главный субъект россия который отдает германия которые акцептирует то есть то что немцы нарисовали то украина и взяла украина сама можно теперь есть два субъекта германия и россия и тут нарисовывается третий субъект украины которые дают просто землю да 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 вот вы украина подождите откуда украина взялась почему и земли просто пошел к нам от нас банского плеча потому что появилось такое геополитическое образование как украина а при империи подождите а при империи казаков не было при империи вот я я гадирине второй но так вы слушаете и вы же носили я вас отвечаю были только казаки и украина было само понятие но было понятие географическая к час урал я могу даже зачитать я могу даже зачитать что было украиной считалось украиной при империи то есть свой бой по энциклопедии отходить до империи почитаем не у меня есть тоже при империи было это энциклопедии википедии просто наберите то империи завершён википедия я вам хочу дать из солидных изданий то есть из британской энциклопедии 11 издания 1911 год по моему или 9 9 год ну в общем начало века двадцатого у отслужен украины формер истин лэнсов в речь посполита вич хэсбэн лостым советом центре перевожу украина бывшие восточные земли речи посполитые утрачены полями ею в семнадцатом веке это брит это одиннадцатые здания то же самое то же самое в энциклопедии бракгауза они из бракгауза британик очередной украина уже в семнадцатом году по вам было даже вот девятом году на что такое было сказали что было два государства россия и германия и тут тебе на украиной земли просто пока дали нет значит было и третий старый лабора так слушайте да ладно и соглашайте вы дослушайте вас простей что была украина добрый до первой мировой на я вам отвечаю вот конкретно конкретно я вам бы цитирую если вот я вам процитировал из британики теперь из бы из бракгауза украина так называлась юго-восточные русские земли речи посполитие так полосе она посчитает там дальше даже даже папа уездно есть а я вам уже резюме потому что слишком долго я понял таким образом таким образом украина обнимала собой в обозначенных пределах юго-восточную часть губернии нынешней губернии подольской губернию киевскую значительную часть губернии черниговской губернии полтавскую и значительная часть губернии екатеринославской и херсонской красиво да ну вот вот так было при империи а почему так а восьмадцатом году вы расширились а я спору нет а почему ну потому что большевики были во-первых слабые и нужно власть держать во-вторых а украина вообще была такая была украиной при империи и просто мне просто интересно знаете вот два государства воюет воюет такое 3 государства украина отдайте мне землю дано тебе на германцы считали украины эры своим протекторатом а если могли прямо отдайте германии кубань да это как-то не логично они скажут а может чуть-чуть не так было отдайте украине кубань а украина это их они же не ранее не рассчитывали потерпеть поражение в первой мировой не заключение бредского мира они надеялись на то что это будет не хорошая штука история проба да если конечно кто ее знает ну а если некоторые говорят что киевской русь это россия конечно же я что я такого не говорю более слава богу будет а не вот вот честно говоря вам спасибо вот хотя бы кто-то понимает более того вообще не могла быть россия вообще не было такого государства киевская русь было просто русь думаете не думаю я знаю вот даже это от ваших вкус это страшно слышит честно может у меня русский плохой конечно извиняюсь но смотри нет есть британика есть платном доступе но список статей есть бесплатно если вы назовете русь наберете в британские цивопедии в современной даже нет современной будет киевская русь это уже именно вот в одиннадцатом издании начала двадцатого год и мне год скажите пожалуйста 1908 год там плюс-минус год а киевская русь каком году хрустилась но в девятьсот восемьдесят восьмом ну так при чем тут это было просто какой-то это было просто русь а прилагательная киевская этого родов князь начало двадцатого века подождите ладно франции князья киевская франции записано но за карман были блин меня с именами конечно херово князя владимира дочь вышла за француза за короля карма вроде первого или то или я вообще ошибаюсь я не буду ускорить но франции написать княжня киевская то есть вообще как бы нет но там франции он есть ну почему такие киев-город был что до что вы 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 разумные собеседника и город был киев-город был а государство называлась просто русь вы же не называете францию парижской франции по названию столицы а просто франции а с какого радости вы называете русь киевской давайте все что было просто в каком году сформировалась москва москва образовалась в 1147 году красиво а киев но киев на 300 лет раньше или на 400 где-то вопросы я думаю общение высокие зараки киев из городов даже современной украины далеко не самый старый город он если вы считаете крым украины то он мальчик послание с кафе и я даже считаю что мы даже и не россии я понимаю то есть киев и я не считаю что он украинский просто нас я при россии подождите при россии он никогда не был потому что такого государства не было ну понятно понятно но я говорю о этого ваши эти аргументы что ну киев старше москвы да но я согласен все а зачем а зачем говорит что москва старше киева а кто говорили подождите вот вы адекватный человек я понимаю что вы понимаете что я говорю вы слушайте мои слова я слушаю вас а у меня блогере там да у меня тревыщик обозвание истории и им простой вопрос задают тогда киев да нет да нет маска раньше было дебил думаю или что-то почитай в интернете блять если ты такой умный блять это уже эмоции он вполне изучала другой период истории ну да российскую просто историю читает и все он не он не года говорит 2011 россии сказать что киев старше ну конечно стоит я знаю что киев старший просто украина была первая а потом россия была украина первая русь была чем-то украине а да да было киевская русь если хотите было государство над на территории которого в последнем впоследствии образовалось государство украина вот так можно сказать принципы в принципе можно упасть ну там нюансы есть чуть-чуть нюансы есть было степи это еще до блин я вам честно говоря спасибо вы адекватный человек вам тоже спасибо за беседу если хая значит если хотите заходите смотрите ролик все на стасе дело дело я вам скажу по поводу подписчиков этого тариари один ваш известный укра блогер он говорит на рен на удивление грамотная вещь что а то именно ну за миссии луган сли до между прочим я был когда-то у него подписан у меня интернет слетел все подписками и улетели слушайте он башками ты чувак ну как в луганск очень интересный это самое персонажа его известно изучать у него высокая интуиция при низком интеллекте это очень редко не это мне кажется нам а вы знаете чем он мне нравится я вас перебрю он всегда факты дает честно говоря вот с ним споришь а он вот тебе бумажка вот и почитай с ним не будешь спорить потому что так есть он хорошо он хорошо готовится к стримам как к старательный школьник то скоро нет нет почему ну как как можно в чатурлетки я вот можно вот именно вот вы попали бы вот попали бы до на какого-то украинца до который вообще ничего даже истории не знают выйдем там накидывали всяких интересных вопросов нет самое главное я сам начал про лугал это луганский выдал одну довольно умную вещь на удивление он ведь если вы это будете в прямом эфире сбрасывать арбуз на крышу дорогого мерседеса вы наберете полмиллиона подписчиков блин я этот между прыщем стрим до смотрел а если вы нет да нет дальше а если вы будете сбрасывать унитаз на крышу дорогого мерседеса вы наберете миллион подписчиков а я немножко расширил версию я я говорю так если вы при этом в прямом эфире демонтируйте свой унитаз свой личный унитаз в квартире и сбросить его и сбросить на крышу перседеса вы наберете полтора полтора миллиона у меня российский язык просто плохой я уже давно у вас хороший язык да хороший язык и просто жил когда-то в латвии в россии я не жил германии жива не живы батя был армеец ну хорошо да но в приятный собеседник адекватные я всегда люблю с адекватным поговорить если я не прав я спрошу если он не праву не ответит обычно все приятно было побеседовать всем спасибо спасибо за бесед спасибо вы адекватный человек хотя бы один это я пытаюсь картинки посмотреть видовые картинки что это за места откуда это это виды харькова картинки харькова до сейчас современного до этого было тысяча лет восьмой год сейчас будет снова а вы откуда будете с не секрет я за нет понятно может вопрос у вас интересный а вы откуда такого города из харькова вы из харькова да а сейчас харькове находитесь сейчас нет но где в россии нет в канаде а в канаде а вот как вы на какие темы беседуете ну как правило все опять возвращается на этот на политику ну по политике может какой у вас интересный опрос есть меня и так все понятно может быть вы что зададите про канаду там и так тоже все понятно оранжевые не пройдут тимошенко да помню эти плакаты помню антимайдановский да не пройдут не пройдут да было такое бляха муха это прятки жалко харьков блин как-то это сдали харьков твою мать уголе авар аваков все силы бросил на подавление ребенок именно в харькове а она вас уже бросили в ссу потому что полицейские силы все заняли заняты были подавлением очень мощно подняли сначала пацаны а потом их разгры разразнили не это самый короче они поверили этим добкин и шмопкин и мы этим всем тем вроде были как бы да как бы за а потом раз и предали людей честно я предали просто супа предали добка не что там ну то трудно сказать что предали просто сурков не поверили они просто сказали что да да мы против оранжевых мы вот тут часто дружненько я помню там слезы был комик этот как он кернас кернас поскольку до кернас восточный этот фронт там типа открывали за такое все думают ну вот да вот раз такие мужики нами твои раскладывали булки они раз таки ну да да понятно я вижу такой позитивный да нет в канаде 65 пенсии еще нет работает но у меня денег хватает уже не работать так немножко поддерживаю форму работаю частного разума я хорошо удачи вам не болейте хорошо все жду вас на канале вас как зовут валерий валерий донецк так и подписывайтесь вы же донецка да как вы сказали жду вас на канале всех благ а знаете у вас там есть блогеры силы и люди ваши колхоз делать добровольно это не ваш это подмосковник село и люди есть потом и код канал да да я думаю вы знаете ладно на меня подписывайтесь ладно всех благ жду вас на канале на дурака валяне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарным государствами правильно утилитарная германия утилитарная государство у них есть они же передали 1922 році воронежской области а в 22 году львовская область где было в австро-венгрии опаньки так это не было еще раз зафиксировали зафиксировали то что я сказал в татарстане в татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучение и это факт не и чудак и маные за правду воюет в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо голодьку всякую прочую за зданицы родные за луга за леные за за царскую вонщину не надо испытывать наше терпение на любой выбор у нас есть консольный ответ вплоть до самых крайних мер и я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами от Хайкова до Гиева 480 километров а до границы с Россией 40 вставай страна огромная вставай на смертный бой с нашинской силой немною с оранжевой чумой вставай на смертный бой но ты мне улица родная и мне погода дорога а